Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев. Кибернетик из Москвы решил спасти историческое наследие Самары. Мужчина уже несколько лет водит бесплатные экскурсии по нашему городу. Так он пытается привлечь внимание чиновников к состоянию ветхих зданий. Репортер встретился с уникальным персонажем и послушал вместе с группой туристов лекцию «История города, человека и взаимоотношений с городом» в нашем сюжете. Кожаная кепка, не новая куртка на размер больше и сумка на перевес. Ясные глаза и тихий голос. Степан Смирнов встречает сегодняшних туристов все как один коренные жители города. Его сразу обступают плотным кольцом. Репортеры едва пропускают к экскурсоводу. Он начинает и как по заказу в Самаре в этот момент, как будто отключают звук. Его называют «Ходячей энциклопедией». И сегодня он идет по маршруту первого самарского трамвая. Непубличный Степан Смирнов никогда не дает интервью. И кажется, даже своей публике немного стесняется. Он идет во главе группы. Жители-туристы едва поспевают за юрким экскурсоводом. Он тактично ждет всех и начинает рассказ. Самым первым трамвайным маршрутом оказался не первый, а второй. Вот как, может, вы обратили внимание, на том трамвайном вагоне, который стоит, там написан маршрут второй. Полевая Алексеевская площадь. Алексеевская – это площадь революции. Самарский трамвай вышел из депо 25 февраля 1915 года. Маршрут обслуживали всего 9 вагонов. Первая пассажирка застала почти весь процесс модернизации транспорта. Она прожила до 103 лет. В 86-м году, в конце мая, когда отмечалось 400-летие нашего города, этот трамвай тоже был задействован на праздники. Разъезжали артисты. А вот цены на проезд были не в пример сегодняшним. Причем стоимость зависела от конечной точки маршрута. Три копейки, потом пять копеек. Была еще дачная линия, восемь копеек. Старыми деньгами еще теми дореволюционными. Смирнов просит граждан-туристов перейти на другую сторону улицы в сквер Мичурина. Там продолжает. А трамваев переход к истории города удивляет коренных городских жителей. В былые времена город заканчивался здесь. Пересечение улиц Полевое Мичурино уже считалось задворками. Был разделен на 140 кварталов. Но они, впрочем, и сейчас существуют. Эта нумерация кварталов. Здесь, где трамвайное депо, это последний 140-й квартал. Смирнов, на удивление, совсем не историк по образованию. Он кибернетик, а родился в Москве, на Арбате. В знаменитом роддоме, где появились на свет Булата Куджава и Андрей Миронов. Но в столице ему было все не то. Он вернулся в Самару и пошел на курсы краеведения. Прикресток неофициально называют в народе «Пять углов». Потому что здесь еще и ярмарочная улица отходит. Но она коротенькая совсем. Раньше она доходила до берега Волги. Слушатели послушно прочесывают за Смирновым половину центра города. Останавливаются, девятся фактом, идут дальше. Я очень интересуюсь историей города Самара. Хожу все время на его экскурсии. Каждый раз узнаю много нового. Я вообще даже не знала, что сто лет за трамваем. Видела то, что флажочки, а что там написано, не вдавалась в подробности. А узнала и интересно. И так два часа с небольшим. И за бесплатно. Ему свой голос ради этого города совсем не жалко. Смирнов пытается привлечь внимание власть имущих к состоянию уникальных исторических зданий. Пока результаты невелики. Но он верит, что его голос услышат даже в городском шуме. За время лекций ни один человек с экскурсии не ушел. Ну а у репортера новая бесплатная экскурсия. Каждый день все о самых необычных местах и событиях в Самаре расскажу уже завтра. Не забудьте включить телевизор. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...